Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Обвал на шахте Степная. Погибли 8 человек. Что стало причиной трагедии во Львовской области? Тайны укрзалезницы. Что следователи прокуратуры искали и нашли ли у железнодорожников? Инсайт из Нацбанка. Когда ждать транша МВФ? Сколько стоит транспортная блокада? И что насчет отставки? Трагедия на шахте Степная во Львовской области. В результате взрыва метана и обрушения горной породы погибли 8 человек. Еще 14 пострадавших госпитализированы в Червоноградскую горбольницу. Что стало причиной этой аварии? Предстоит выяснить специальной комиссии. Вся последняя информация с места трагедии в репортаже Галины Якушко. Шахта Степная, поселок Глухово. На месте аварии продолжают работать горноспасатели и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Взрыв метана привел к обрушению крепежных конструкций и обвалу горной породы. В этот момент на аварийном участке на горизонте 550 метров находились 34 горняка. Почули взрыв, попадали, и все, и начали выбираться. А как вам удалось обрятоваться? Был ближайший до заезда, так и вышел. Ти, кто были дальше, не все вышли. 14 шахтеров госпитализировали в центральную больницу Червонограда. Два горняка в критическом состоянии, с тяжелыми ожогами. Находятся в реанимации. На помощь местным медикам из Львова выехали специалисты. Анестезиологи, комботианисты, врачи и политравмы. Уже известны имена погибших. Самому молодому было 19 лет, самому старшему – 42. Шахту Степную остановили. Из аварийных выработок откачивают метан. Выяснилось, на шахте готовились увеличить объем добычи. Из-за блокады в зоне АТО и дефицита угля на ТЭС. Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинеця заявил, не только Степная, а все государственные шахты Львовской и Волынской областей из-за хронического недофинансирования находятся в аварийном состоянии и на грани банкротства. Шахты доведены до такого состояния, разграбованы, что они не в змозе добывать большую количество вугиля. Очень часто из-за ситуации «давай-давай» порушивается паспорт ведения горнячих работ, травмуются люди, отбываются аварии. Если прямая связь между блокадой на Донбассе, аварии на Львовской шахте выяснит Государственная комиссия. По факту аварии и гибели горняков проводится уголовное расследование по статье «Нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью». Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал «Интер Львовская область». Владимир Гройсман сегодня перед тем, как отправиться на место трагедии во Львовской области, выступил на коллегии Минсоцполитики в Киеве. Там Гройсман назвал приоритетные задачи правительства на 2017 год. Это реформа здравоохранения, судебно-пенсионная децентрализация и прозрачная приватизация. Премьер-министр отметил, что самый сложный вопрос – это пенсии. Здесь, по мнению Гройсмана, нужна новая модель пенсионной системы. Кабмин над этим работает уже через несколько месяцев, представит свой новый взгляд на эту реформу. В первых два месяца... Самое главное, нам с вами нужно побороть бедность в нашей стране. Сделайте все для того, чтобы пенсионная система начала боротьбу с дефицитом, а вы знаете, больше 140 миллиардов гривен сегодня дефицит пенсионной системы. При том, что 80% украинских пенсионеров живут в бедности. Змена этой системы даст возможность нам восстановить справедливость. Буквально через несколько минут мы вернемся к теме трагедии на Львовской шахте. Там находится наш корреспондент Галина Якушко, она будет с нами на прямой связи. А пока продолжим. Откровение главы Нацбанка. Блокада на Донбассе может стоить Украине 2 миллиарда долларов. Именно настолько сократится по подсчетам главы НБУ платежный баланс нашей страны. Кроме этого, предупреждает Валерия Гонтурева, сокращение выпуска готовой металлургической продукции существенно ударит по экономике. Если же блокада прекратится в ближайшее время, то по оценкам НБУ негативные последствия будут незначительными. Также на пресс-конференции она сообщила о том, что готова подписать меморандум с МВФ, который получила накануне. И кроме этого, глава Нацбанка не исключила, что эта ее подпись может стать последней в должности главы НБУ. Мы уже согласились в меморандуме, и я уже получила финальную версию с МВФ. Ну, как это? Я готова подписаться. С боку Нацбанка все, и мы все согласились очень давно. Я готова. Может ли так оказаться, что меморандум, который планируется согласовать в ближайшее время, будет последним, под которым будет стоять подпись главы НБУ Валерии Гондаревой? Такое может оказаться. Но еще раз наголошу, что официально НБУ за месяц подаст поведомление. Мы такое поведомление не делали, и все правление НБУ работает. Так, кто же может занять кресло Гондаревой, если оно действительно уйдет? Это место среди прочего пророчат Арсению Яценюку. Против такого назначения сегодня возле Нацбанка даже прошел флешмоб. Члены социал-демократической партии возле центрального входа в здание установили запретительный знак для экс-премьера. Так они выразили свое мнение о том, что Яценюку не место в НБУ. По словам лидера полицилы Сергея Каплина, они готовы всячески бороться против этого назначения, вплоть до проведения акций протеста. Они обговорюют призначение на посаду главы НБУ, человеку, по которой порушено 2144 дела в Генеральной прокуратуре. План Яценюка очень простой и плохой. Первое. Они расширят повноважение Национального банка Украины. Про это он говорит в эфирах протягом двух недель. Крок второй. Он получает контроль над всеми, без вынятки, государственными банками. Ему расширят возможности для рефинансирования. Отже, он сможет отримать откаты от ключевых недержавных банков. Они приведут страну к бедности, небывалой бедности, которую не переживала ни одна европейская держава. Ну а пока торговая блокада расширяет горизонт, и теперь к железнодорожной добавилась автомобильная. Олег Решетняк знает об этом больше. Он с нами на прямой связи и работает там на месте. Олег, здравствуй. Расскажи, что произошло сегодня? Добрый вечер, Наталья. Блокада продолжается. Но сегодня на редутах было спокойно. Новых столкновений не произошло. Правда, сами блокадники говорят, дескать, ходят слухи о возможном разгоне. А те события, которые были позавчера, они связывают лишь с правоохранителями. Переодетые представители полиции были непосредственно в боевых порядках. Ахтетушни, это что называется. Так что то, что их отпустили, я абсолютно неудивленно. Слухи ходят каждый день. Каждый день мне кто-то отзванивается, говорит, передвижение на Зварди в ту сторону, в ту сторону. А сегодня в эфире громадского радио начальник штаба блокады Ордло Сергей Акимович заявил, теперь радикалы переходят ко второму этапу и разворачивают свои редуты уже на автодорогах. На данный момент, по словам блокадников, развернуты уже 4 блокпоста. Один на Мариупольском направлении, другой в районе Золотого, на Луганском. Расположение двух остальных даже сами блокадники не называют, но при этом обещают и дальше расширять географию своей деятельности. Группа СКМ сегодня опубликовала официальное заявление. В нем говорится, что финансово-промышленная группа продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства и предприятия на оккупированных территориях не исключение. Цитирую. Группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет. Никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. Вот в то же время один из вдохновителей и организаторов блокады Нардеп от самопомощи Семен Семенченко заявил, что если уголь из Донбасса начнут поставлять в Украину, через Россию, то блокадники перекроют 8 главных железнодорожных веток на границе с РФ. Наташа, в принципе, это все новости за сегодня. Студия. Спасибо, Олег. С нами на связи был Олег Решетняк. Санкции Евросоюза против России необходимо сохранить и усилить. На этом наставит Петр Порошенко. Этот вопрос он обсудил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который находится в Украине со своим первым визитом. Подняли они также вопрос обострения ситуации в Авдеевке. Глава государства подчеркнул, что это наличие очередных доказательств агрессии России. Речь идет о провокации боевиков на Донбассе, о признании документов самопровозглашенных ЛНР и ДНР и о так называемой национализации украинских предприятий. Габриэль также встретился с главой МИДа Украины Павлом Климкиным и предложил помощь Германии в ликвидации последствий взрыва на шахте Степная. Дипломаты обсудили усиление работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Климкин подчеркнул важность контроля не только на линии соприкосновения, но и на неподконтрольных участках российско-украинской границы. Зигмар Габриэль со своей стороны отметил, что события на востоке Украины касаются всей Европы. Иногда у немцев складывается впечатление, что конфликт на Донбассе происходит на периферии Европы, а это происходит практически в центре Европы. Причем эти события касаются нас всех, поскольку видим, как хрупок мир, к которому мы привыкли. То, что мы делаем для поддержки мирного процесса, это не благотворительность. Это касается нашей безопасности, наших представлений о совместной жизни в Европе. И мы сегодня имели очень добрую разговор, которая, естественно, была на самом деле сконцентрована на том, что мы можем сделать вместе, что мы можем сделать в рамках нормандского формата, для того, чтобы принести мир на Донбасс и примусить Россию выполнять минские домовленности. Пока главный дипломат Германии обеспокоен проблемами Украины, немецкие власти запретили в своей стране публичные выступления министров юстиции и экономики Турции. Оба чиновников в начале марта планировали провести агитацию в турецкой общине и рассказать о преимуществах новой конституционной реформы, которую планирует президент Эрдоган. Официальная причина этого запрета в целях безопасности. Но эксперты убеждены, что отказ связан с арестом в Стамбуле немецкого журналиста. Его задержание спровоцировало дипломатический скандал между Германией и Турцией. В чем обвиняют этого корреспондента и что ему грозит, узнаем от Татьяны Лагуновой. Она в Берлине. Канцлер, министры и депутаты наперебой делают заявление. Посол Турции в Германии вызван для объяснений в Министерство иностранных дел. Официальный Берлин возмущен и хочет услышать, почему на самом деле арестован Денис Юджил. То, как обращаются с Денисом Юджилом, показывает, что Германия и Турция, ЕС и Турция имеют разные представления о применении основных принципов демократии и ценности свободы слова. Другие немецкие политики еще менее дипломатичны. Дело арестованного журналиста уже назвали одними из самых тяжелых испытаний для отношений Турции и Германии. Денис Юджил – корреспондент авторитетной немецкой газеты «Дивель», специализация «Турецкая политика». Родился в Германии, но имеет двойное гражданство – немецкое и турецкое. В середине февраля журналистов вызвали на допрос в полицию Стамбула. Там сперва задержали, ну а потом отправили в следственный изолятор на неопределенный срок. Власти Турции обвиняют журналистов в причастности к террористической деятельности, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информации. Правозащитники и оппозиционеры уверены – арестовали за неугодные статьи. В последних публикациях Юджил цитировал электронную переписку министра энергетики по совместительству зятя президента Турции Эрдогана. В обвинениях, которые ему предъявили, цитируются его статьи и сообщения в Твиттере. Призывы освободить журналиста Анкару пока не впечатлили. Дескать, все решит суд. Когда он состоится – неизвестно. Так как после попытки переворота в Турции действует режим чрезвычайного положения. В следственном изоляторе журналиста могут продержать до пяти лет. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Испытания выбором. Сегодня в Брюсселе снова голосуют за безвиз для Украины. Вопросы рассматривают послы ЕС. Заседание назначено на вечер. Все подробности узнаем у Елены Зориной. Она в Брюсселе с нами на связи. Лена, здравствуй. Есть ли уже результат? Голосование завершилось? Да, Наташа, добрый вечер. Ну, вот голосование послов ЕС, как и визовый триолог, проходит в закрытом режиме, за закрытыми дверями, без участия прессы. Но вот уже известно, что, собственно, голосование завершилось. И завершилась она в пользу Киева. Безвиз послы поддержали. По сути, это голосование, хочу сказать, что это чистая формальность. Но вот с другой стороны, это настоящий зеленый свет без виза для Киева. Ведь послы утверждают результат визового триолога и, собственно, график самой процедуры. Далее вопрос должен рассмотреть комитет Европарламента, проголосовать депутаты. После этого второй раз, да, должны снова сказать послы. Утверждает совет министров ЕС. Ну и подписание самой процедуры, публикация в журнале ЕС. И начало действия без виза. Несмотря на то, что график пока никто огласки не предавал, в прессу он все же просочился. И уже известны некоторые детали и даты. Очевидно, что в Европе все-таки выглядит этот график несколько затянутым. Ведь без виз могли утвердить гораздо раньше, до сезона отпусков. Очевидно, что в Европе ожидают результатов выборов во Франции. Именно эта страна пока что не определила свою позицию касательно без виза для Украины. Ну и из графика следует, что ориентировочно без виз для Киева будет с 11 июня. В следующий четверг, 9 числа, голосовать будет Комитет по гражданским свободам. А потом, ориентировочно 5 апреля, это решение проголосуют на пленарном заседании. После чего оно возвращается обратно в Совет Европы, на второй круг одобрения. Я все еще думаю, что это случится после выборов во Франции, по понятным причинам. И окончательное решение будет после 7 мая, последнего тура президентских выборов во Франции. И вот буквально только что послы ЕС также проголосовали за продление санкций для Януковича и его 14 соратников. Санкции продлены на год. И вот хочу сказать, что из санкционного списка исчез Юрий Иванющенко. Голосование послов ЕС пока что предварительно. Должен поддержать, утвердить окончательный санкционный список Совет ЕС. Вот такие новости, Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина из Брюсселя о том, что послы ЕС поддержали без виз для Украины. На дальнейшей поддержке Украины настаивает и британский парламент. Речь о политическом сопровождении и финансовом. Комитет по иностранным делам Палаты общего опубликовал доклад об отношениях Великобритании и России, в котором немало места отведено Украине. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Глубочайший кризис со времен Холодной войны. Так охарактеризовали британско-российские отношения в Комитете Палаты общин. Там подготовили доклад о состоянии и перспективах сотрудничества между Москвой и Лондоном. Депутаты советуют правительству возобновить диалог с Россией, но при этом быть очень осторожными. И мосты наводить не с администрации президента, а с новым поколением российских лидеров. Корень разногласий между сторонами, по мнению парламентариев, лежит в том, что страны совершенно по-разному воспринимают недавнюю историю и нынешнее состояние международных отношений. Лондон уважает международное право, в отличие от Москвы. При этом депутаты настаивают, что полностью игнорировать Россию нельзя. Все-таки это ядерная держава и член Совета Безопасности ООН. Но жертвовать своими ценностями и стандартами неприемлемо. Уступки морального плана парламентарии исключают. Это очень сбалансированный и недвусмысленный доклад. В нем четко говорится, что аннексия Крыма России противоречит международному праву. Это нарушение Будапештского меморандума 1994 года. Но также в докладе говорится о важности диалога с Россией. Правда, ни в коем случае не допускается компромисс по Украине. Поведение России по отношению к Украине полностью и всецело недопустимо. Украине отведено особое место в докладе. В контексте отношений с Россией Киев фактор немаловажный. И это касается в особенности санкций против Москвы. Напомню, их ввели после аннексии Крыма. И Британия всегда выступала сторонником жесткого курса по отношению к Кремлю. И одним из главных лоббистов ограничений. Сейчас депутаты задаются вопросом, что будет, когда Великобритания покинет ЕС. Сможет ли Европа оставаться единой в вопросе санкций. Которые, по мнению членов комитета, нужно оставить в силе, пока не будут выполнены обязательства Москвы перед Киевом. Также парламентарии настаивают. Британия должна четче объяснить России, что следует сделать по отношению к Украине для снятия этих самых ограничений. В докладе подчеркнули важность отношений с Украиной. Комитет приветствует внедрение реформ в стране и говорит о необходимости увеличения финансовой поддержки. А вот деятельность британского МИДа во главе с Борисом Джонсоном депутаты раскритиковали. Дескать, многие сотрудники, курирующие сотрудничество с Москвой, даже и по-русски не разговаривают. Сверлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Сезон янтаря открылся на Полесье с приходом весны. Сошел снег и на месторождение вышли старатели со своими мотопомпами. Что они успели всего лишь за несколько последних дней, расскажут наши корреспонденты. Возле карьера госпредприятия «Бурштун Украины» кипит работа. Правоохранители говорят о четырех десятках, местные о сотне мотопомп. Вчера 20 бойцов спецназначения пытались утихомирить старателей. Начальник райотдела сначала традиционно пытался избежать общения с журналистами. У вас в помпах работает очень много. Что вы пытаетесь? Сейчас нет. Я только из класса принял. Но потом все же решил прокомментировать стычку спецназовцев и старателей. Как оказалось, до кровопролития не дошло. В отношении некоторых старателей за сопротивление полиции открыли уголовное производство. А вот у сотрудников «Укрзалезницы» свои печали. Старатели возле того же карьера повредили железнодорожные пути. Над полотном и под ним пустили пожарные шланги, чтобы откачивать воду. В Золюбове приехали хлопцы. Снимали путя, конечно, подмили, подмили, потому что это железнодорога. Я с митами говорил с ними, да? То они сказали, как бы не лезли туда, то мы это подли, перемивайте, что можно делать. Сейчас здесь тихо. Мотопомпы сменили селяне. Они с очками вылавливают из ям остатки янтаря. Это в основном мелкие камни, так называемый минус. Подбирая за старателями с помпами, много не заработаешь. А у нас что-то стоит? Если много, то 15 долларов, если килограмм есть. Тысячу пенсии не хватает. Он попал в лекарь, тут выпал. Тысячу должен, прям месяц не ест. А газ светлый должен заплатить. На другом месторождении, в том же Клесове, с утра тоже кипела работа. Во время добычи одному из старателей стало плохо, говорят местные. Позже он умер. Что стало причиной смерти, сейчас выясняют. После инцидента нелегальную добычу все же остановили. Погано стало? Ну, он просто на скорую вызвали, и умер. Тромбо брался. По информации наших источников, сейчас самая массовая добыча янтаря сосредоточена именно в Клесовой Ривненской области и в обыще Житомирской. Гудят моторы и в других районах. На работу все еще не организовали. То есть старатели должны будут платить определенную сумму за право добывать камни. Запустить подобную программу планируют в середине марта. В полиции такой вариант не подтверждают и не отрицают. Я вам скажу, что оперативной информацией я поделиться не могу. Мы готовимся до приема Оперштаба и готовимся до, скажем так, борьбы с незаконным выдопытком. В Сарнах все еще ждут усиления сил Оперштаба. Пока же в нем всего 20 бойцов спецподразделения. Анастасия Старовойт, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ривненская область. Но если здесь незаконный янтарь, то в Кременчуге львовский мусор. Наказать виновных в распространении отходов требуют депутаты местного гурсовета. Обращение к премьеру, главе МВД, генпрокурору. Они приняли сегодня во время сессии. Депутаты настаивают, чтобы власти Львова и области наконец-то определились со строительством полигона и мусороперерабатывающего завода. Напомню, вчера неподалеку от Кременчуга полиция остановила 7 машин с отходами из Львова. Две из них уже успели разгрузиться на берегу Днепра. Позднее вечером были задержаны еще 4 грузовика и еще 8 были задержаны утром. За минувшие сутки один боец ВСУ погиб и 8 были ранены. Об этом сообщают в штабе АТО. Боевики в общей сложности 78 раз обстреляли позиции украинских военных. Продолжаются попытки восстановить работу Донецкой фильтровальной станции в так называемой серой зоне. Напомню, она была повреждена во время очередного обстрела наемников. Все подробности об этом расскажет Геннадий Вивденко. В Авдеевке бои не прекращаются который день. Танковые снаряды боевиков попадают на центральные улицы города. Известно, как минимум два снаряда калибром 125 мм попали в дома на улице Гагарина. По информации главы администрации области Павла Жебривского, сегодня группа минеров и взрывотехников зашла на территорию Донецкой фильтровальной станции, чтобы обезвредить снаряды после обстрела боевиков. Только потом туда зайдут рабочие, которым для ремонта, по словам губернатора, необходимы 2-3 дня. Однако обстрела в Девке продолжается и в эти минуты. Бьют из танков, минометов и ствольной артиллерии. Новый день в Попасной. Начался под звуки канонады вражеской артиллерии. Противник беспощадно бьет с 7 утра. Разрывы раздаются совсем уже рядом с центром Попасной. Вот сейчас мы находимся около местной администрации и шум отчетливо слышим. Бой идет рядом с городом, под селами Новозвановка и Новоалександровка. Семь часов начали стрелять, люди идут в школу, дети и садик ведут. Я вообще не знаю, куда смотрят вот эти организации, которые здесь находятся. Непонятно. Да вот это же бегу, потому что страшно. Как же не страшно. Так близко, что прямо вообще страшно. Ой, господи, господи. Когда уже кончится. Пока что, к счастью, жертв нет, как и новых разрушений. В 10 минутах езды от города уже передовая. Днемся терпимо. По данным украинской разведки, в рядах противника пополнения настоящие военные профессионалы. Сейчас пытаются прорваться в тылы, выйти к Бахмуту. Окружить украинские позиции к югу от Попасной и к северу от Светлодарской дуги. Мы недавно определили, что там наконец-то стоят российские войска. Мы действительно воюем с Российской Федерацией. Мы слышим их говор, мы понимаем, что это не может так простить войска говорить. За последние пару недель они наблюдают свою активность в наших позициях. Сопротивник позавчорашнего ночи начал активные боевые действия. Начал использовать тяжелую артиллерию 152-го калибра. Мы сейчас чувствуем, что по соседней позиции работают 82-миномет. Но это еще не вечер. Ну, вы слышите, идут пострелы, соответственно. И уверенность того, что будет застосовываться и ваша зброя. Накануне от выстрела вражеской противотанковой ракеты недалеко отсюда погиб украинский солдат. Ответным огнем украинцы ликвидировали командира роты оккупантов. В середине дня вражеские атаки понемногу стихают. Есть время навести порядок. Порошок, вода. И вперед. Мы холодно? Нормально. Уже спешил холок, то уже прошел. Один с автоматом, два с литрами и вставок по воду. Вражеская канада стихает на полчаса. Даже слышно пение весенних птиц. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интерес Луганской и Донецкой областей. И вернемся к главной теме дня. Трагедии на шахте Степная во Львовской области. Сегодня днем туда вылетел премьер Владимир Гройсман, с ним министр энергетики и глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Оперативные совещания они провели прямо в самолете, затем еще одно после прибытия на шахту. С нами на связи моя коллега Галина Якушко. Галя, здравствуй. Расскажи, что происходит прямо в эту минуту на шахте. Здравствуйте. Владимир Гройсман буквально час назад перебыл на шахту Степная. Сейчас он провел заседание комиссии по ликвидации последствий аварии. Премьер успел коротко пообщаться с журналистами, выразил соболезнования семьям погибших. Заявил, семьи погибших, горняков и пострадавшие шахтеры получат всю необходимую помощь. И сообщил, по поручению президента на всех шахтах Украины проведут проверку соблюдения техники безопасности. Сейчас Владимир Гройсман с нами в прямом эфире. И вот мы спросим сейчас, какие результаты комиссии? Первое, я бы хотел высловить свои впечатления всем родинам загибших. Это действительно очень жахливая трагедия. И молодые горники, это огромная потеря для родин и коллектива. Я застрялся и с керевницей шахты, и шахтарями. Великая беда сегодня на Львове и для всей нашей страны. Приняли очень четкие решения. Завтра уряд ухвалит решение о создании государственной комиссии. Я считаю, что нужно не только проверить эту шахту, а нам нужно проверить ретельно и детально все шахты на предмет безопасности. Сегодня мне сказали, что нужно около 200 миллионов гривен, чтобы обеспечить защиту наших шахтарей. Я взял это вопрос на особистий контроль. Мы найдем 200 миллионов гривен, чтобы обеспечить шахтарей всем необходимым родинам. Загибших уже принято решение. Мы выделим 500 тысяч гривен на каждую родину. Понимаете, что мы шахтарей не сможем вернуть. Но это будет то, что мы можем сегодня сделать. Сейчас я пойду к шпиталю, к госпитализованным шахтарам. Посмотрим состояние здоровья. Если будет необходимо, я надам летать, чтобы забрали их на Киев. Если есть такая необходимость в этом, если будет необходимость, чтобы наши киевские фаховцы приехали сюда консультовать. Мы это организуем. Великая втрата, великая трагедия. Дуже шкода, что так случилось. И я еще раз висловил свои впечатления всем родным и близким. Еще скажите, почему все-таки произошел взрыв? Поветряна с газом сумиш, она спалахнула. Это передняя информация, которую надали. Но никакого сигнализация, никакого специального управления ничего не показывала, что до увеличения в воздухе. Сейчас нужно разбираться. Поэтому я хотел бы, чтобы это была государственная комиссия на высшем уровне. И думаю, что в ближайшее время будет ответ на вопрос, что произошло и кто виноват. Все виноваты должны страдать. Все должны нести свою ответственность за это. Это очень серьезное вопрос, и оно должно быть доведено до логичного завершения. Но на будущее нужно обеспечить качественные средства защиты для шахтарей. И тут вопрос для министерства. Я такое задание поставил. Чтобы такой план был быстро разработан. Если предыдущий рассмотрение 200 миллионов, я сказал, мы найдем ресурсы и выделим. Жизнь человека, жизнь шахтаря, оно бесценное. Поэтому в безопасность нужно вкладывать деньги. Еще один вопрос. Почему решили единолично сегодня приехать? А я по-другому просто и не мог. Это большая трагедия и беда. Я хотел быть вместе с людьми. А понять, что реально произошло, чем я могу допомогать, какие нужно оперативно принимать решения. И правильно, что я приехал, я почувствовал с первого джерела от шахтарей. И про проблемы, и про те задачи, которые сегодня есть. Ну и я еще раз наголошу, я хочу поехать до уже пострадалых, хлопцев, которые в лекарне. Ну и посмотреть, чем я там еще смогу допомогти. Спасибо большое, что вы сейчас с нами в первый эфир. А я продолжу. Президент Украины своим указом также объявил 3 марта днем всеукраинского траура по погибшим горнякам шахты Степная. Как мы выяснили, в 2008 году на шахте одна за другой произошли несколько аварий. Расследование выявило около полутысячи нарушений нормы охраны труда. К административной ответственности тогда привлекли всего 18 работников. Студия. Спасибо, Галина. Галина Якушко была с нами на прямой связи из Львовской области, где сегодня на шахте Степная произошла трагедия. Погибли 8 человек. Я подчеркну, что только что Владимир Гройсман в прямом эфире пообещал поддержку со стороны государства всем семьям погибших шахтеров. За некачественный ремонт дорог, за решетку украинцам так надоело, что из года в год асфальт сходит вместе со снегом, что они обратились к президенту с просьбой ввести уголовную ответственность. Под петицией этой необходимо собрать 25 тысяч подписей. Должны ли нести такую ответственность руководители соответствующих ведомств? Тем более, что их работу назвать продуктивной довольно сложно. Возможно, из-за нехватки опыта, поскольку, например, уже более полугода на должности Укрдоринвеста трудится 28-летняя Елена Криворучко. Возглавляемое ею ведомство отвечает за строительство новых дорог за счет международных кредиторов. Если раньше на высокие посты модно было назначать выходцев, например, из Грузии, то теперь молодых девушек. Вот, например, глава МВД Арсен Аваков взял себе в замы Анастасию Дееву. Ей сегодня только исполнилось 25 лет. У министра энергетики Насалика появилась 27-летняя зам Наталья Бойко, а главным люстратором страны глава Минюста Петренко назначил 23-летнюю Анну Калинюк. Вот такая вот тенденция. У меня сложилось впечатление, что не только девушки симпатичные, но и мужчины молодые, они сегодня во многом играют такую роль ассистента возле фокусников, понимаете? То есть пока фокусник показывает фокусы народу Украины и рассказывает, вот-вот скоро мы там будем в Европе, вот-вот скоро у нас произойдет реформа энергорынка, там полиция или там прозора какая-то. А в это время происходят какие-то совсем другие вещи. Все-таки надо понимать, что это еще и должны быть авторитетные специалисты. 15 обысков одновременно. Сегодня сотрудники столичной прокуратуры и СБУ наведались в департаменты подразделений Укрзалезницы, а также служебные апартаменты чиновников-железнодорожников. Следственные действия продолжаются до сих пор. Как сообщают в пресс-службе Киевской прокуратуры, детали расследования это тайна следствия. Пока что известно, что сотрудники Укрзалезницы и компании сателлитов проходят сразу по нескольким уголовным делам. Эта справа относится к трех эпизодам. Первый эпизод – это эпизод про распространение денег страховой компании «Интерполюс», которая обслуговывает Укрзалезницу. И, кроме того, два эпизода мы дослеживаем. Это придбание за бюджетные кошты дизельного палуба для Укрзалезницы. Загальна сумма сбытков за эти трех проведения мы складываем на этот час порядка 130 миллионов. В фискальной службе сегодня тоже были гости. Серию обысков в ГФС провели сотрудники НАБУ и специализированные антикоррупционные прокуратуры. Причина пока неизвестна. По словам руководителя СААП Назара Холодницкого, до завершения процессуальных действий никаких комментариев правоохранители давать не будут. Ну что ж, подождем. Сегодня работа Криворожского горсовета была полностью парализована. С самого утра в здание вошли вооруженные люди, потребовали, чтобы чиновники покинули свои кабинеты. Это касалось сотрудников управления жилищного хозяйства и капитального строительства. После этого представители налоговой прокуратуры начали выемку документов. Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, проверяется возможная причастность мэра и его замов к хищению 200 миллионов бюджетных денег. В оппозиционном блоке обыски называют эти провокации, направленные на дестабилизацию ситуации в городе и требуют прекратить так называемый правовой беспредел. Представители политической силы уже обратились к международным организациям и дипломатам с просьбой дать оценку происходящему. На сегодня уже на сей час вылучено ряд документов, которые стосуются финансово-господарской деятельности, тендерной документации, на подставе которых здействовалось перерахование вказанных бюджетных коштей. Власть так и не смирилась с оглушительной подщечиной, полученной ими от Криворожан год назад на третьем незаконном туре выборов мэра Криворога. И теперь задействовала свой последний ресурс. Это такое оголтелое и наглое силовое давление. А заодно и хотят отвлечь внимание от провалов по всем фронтам, от пленок Онищенко. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Шальная маршрутка. Кто и зачем захватил микроавтобус в столице и как сработала полиция? Ужасы государственной опеки. В каких условиях выживают постояльцы интерната в Одесской области? Погоня со стрельбой. В Киеве вооруженный мужчина угнал маршрутку и скрываясь от полиции открыл огонь. По дороге он ранил нескольких человек, протаранил 4 автомобиля. Патрульные преследовали злоумышленника полчаса, но так и не смогли его остановить. После того, как преступник скрылся в частном секторе, копы развернули спецоперацию, которая вот уже длится более 12 часов. Задействовали спецроты, кинологов, но найти по горячим следам пока не смогли. Как развивались все эти события узнаем от Александра Васильченко. Утро в Дарнинском районе столицы. Патрульные обратили внимание на подозрительного мужчину с большим рюкзаком, когда тот заметил слежку, выпросил багаж и дворами бросился к автобусной остановке. Очевидец Владимир Коваленко говорит, на улице Малышка мужчина заскочил в маршрутное такси. Угрожая водителю пистолетом, приказал трогаться и через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных. И тут вижу, красная машинка задом, как утолила, какой-то придурок с пистолета, начал в машину стрелять. Едет маршрутка. Он вот так вот водителю по колесам, потом водителю, слава богу, водитель открыл оба двери, люди высыпались. Владимир, водитель автобуса, говорит, остановился подобрать пассажира. Мужчина, ворвавшийся в салон переполненной маршрутки, открыл огонь. Забил в салон, поехали. Куда ехать, чекай, за высадим людей, то и поедем. Ну то высадим людей. А он что-то вам погроживал? Пистолетом стоял. Вы людей высадили? Да. Багато людей было? Салон полный. После этого начинается погоня со стрельбой. На бульваре Перова маршрутка врезается в машину. От столкновения пострадал водитель легковушки. Через три километра правоохранители блокируют дорогу. Злоумышленник таранит полицейский экипаж. Купы стреляют по автобусу, пробивают колеса. Погоня заканчивается у железнодорожной станции Троещина. Освободите дорогу! Когда злоумышленник прибежал на станцию Троещина, здесь было много людей. Один из мужчин пытался задержать его, но тот выстрелил ему в ногу, после чего скрылся в частном секторе. В последствии выяснилось, остановить злоумышленника пытался полицейский, который ехал на службу. Забежал сюда на станцию, целился в людей. И мой зять с собой за женщину, он прямо в грудь ей целился. Он, считайте, спас эту женщину просто. Прострелил ногу, пуля вышла на вылет, там вот нашли гильзу. Сейчас он без сознания в больнице под капельницей лежит. Самого же стрелка сейчас разыскивают в дачном массиве. По версии Купов, человек может скрываться именно здесь. В поисках задействовали работников территориального управления полиции, спецроту и кинологов. Позднее полицейские отчитались о ходе операции. Причины поступка неизвестны, преступник не найден, несмотря на масштабы операции. А пока полиция Киева составила фоторобот преступника. По словам свидетелей, это мужчина возрастом от 35 до 40 лет. Рост 175-180 сантиметров. Среднего спортивного телосложения. Одет в камуфляжные брюки песочного цвета, темную куртку и шапку. Александр Васильченко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. И все же подозреваемый прокурору Измаильской прокуратуры Евгению Чебану сегодня объявили о подозрении. Напомню, он является фигурантом дела о смертельном ДТП, в котором погибла жительница села Кислицы Мария Уштюк. Несмотря на наличие свидетелей и доказательств, подозреваемый пытался выйти сухим из воды. Все подробности этой истории расскажут мои коллеги. Трагедия произошла около 7 вечера. Мария Уштюк шла по тротуару, но в одном месте из-за плохого дорожного покрытия вышла на обочину. В этот момент из-за угла вылетел внедорожник и на огромной скорости сбил женщину. Трое свидетелей опознали водителя и пассажиров в машине. По стечению обстоятельств это оказались их родственники. Звалили женщину, протянули ей 4 метра и потом ее переехали. Я чутко видел, как за руля вышел Чабан Евген. Близ него сидел рядом его брат. И сзади вышла Чабана Евгена, жена Ирина. Свидетели уверяют, Евгений Чабан был пьян. Он был пьяный труп. И второй брат был пьяный. Он возле клуба подъехал, он открыл дверь и рвал. Там есть свидетели. Оказать какую-либо помощь пострадавший водитель и его пассажиры отказались. В больницу женщину отвезли на маршрутке. В госпитале она скончалась. Позвонил, говорит, коллега, очень плохая вещь. Очень плохая вещь. Говорю, ну говори, что уже есть. Немало, говорит, маши. В Кислицах виновников ДТП хорошо знают. Это самые богатые люди в селе. Более того, они правоохранители. Он работает в прокуратуре, а брат в СБУ. Местные подозревают, что дело попытаются замять. К свидетелям вместо полиции пришли родители подозреваемого с требованием изменить показания. Я говорю, Ваня, если я поменяю свои показания, ты задавил. Остановись, все сделай, как положено. Признай свою вину. После такого поворота событий свидетели сами пошли в полицию, чтобы дать показания. Но вдруг оказалось, что они больше не свидетели, а подозреваемые. Евгений Чабан каждый день предлагал следователям новую версию и новых виновников аварии. В начале вечера, когда привезли в лекарню, написали, что Евгений сидел за кормом. Потом была такая версия, что уже не Евгений сидел за кормом, а его дружина Ирина. Остальная версия, которую написал Евгений, это что я уже ее сбил. Прокурор и защитник обвиняемого, заявив камеру, просто убежали. Не желают общаться с журналистами и обвиняемый Евгений Чабан. Кто был за рулем, Евгений? Вы были за рулем или нет? Следствие покажет. Вы помните, вы были за рулем или нет? Следствие покажет. Вы же там ехали. Кто был за рулем, Евгений? За рулем были или нет? Но как бы ни пытался уйти от ответственности Евгений, ему это пока не удалось. Люди не позволили. Они добились, чтобы в прокуратуре его все же признали подозреваемым. Оскільки существовали деколька версий обставок членного злочину, они все ретарно проверены. И за результатами судового расследования сегодня оглашено против дозор самим працанником прокуратуры. В прокуратуре признают, их сотрудник был нетрезв и в таком состоянии вел машину. Но если вину докажут, ему грозит 8 лет тюрьмы. Данил Снисор, Мария Тарасова, Зураб Теделуры. Подробности телеканал Интер Одесская область. Нечеловеческие условия содержания, антисанитария, голод и холод. Так живут постояльцы Великорыбальского психодеврологического интерната в Одесской области. Это более 400 женщин. Что шокировало активистов, которые приехали сюда с проверкой, расскажет Андрей Анастасов. О Великорыбальском интернате говорят уже три года. После первого скандала, связанного с жуткими условиями проживания пациентов, несколько раз менялось руководство, но проблемы остались. Маленькая комната буквально валится от размножения грибка. Такую картину увидели активисты и журналисты, приехав с инспекцией в интернат. В комнатах мокрые от холода стены и потолок, местами плесень. Очередной директор, в этот раз исполняющий обязанности Анатолий Шкимба, в приезду общественного патруля не обрадовался. Сначала пытался выгнать гостей, а затем начал оправдываться. Ну вот боремся, утепляем, но никак не можем понять, почему она берется. С питьевой водой ситуация не лучше. Пациентки жалуются, что она горькая и соленая. Да, вода соленая. Не пить не можно. Не пить не можно. Директор продолжает оправдываться. Дескать, уже сегодня собирался закатать рукава и начать ремонт водопровода. Но кроме этого забыл еще и убрать с территории горы использованных памперсов. Дальше их покатит ветром в поля, потом вырастет на этих испражнениях какое-то зерно. Я не знаю, я не хочу предполагать. Но в целом это отвратительно. Но у руководителя на все есть ответ. Нет, дескать, не накопилось еще достаточно смрада, чтобы его закопать. А махать лопатой зря не будут. И вообще, проблемы в мусоре не видит. Ну, извините, это показатель того, что у нас есть эти памперсы. Пока активисты ужасаются, подопечных интерната быстро закрывают в корпусах. На интервью соглашается лишь одна санитарка. Говорит, что теперь всеми средствами пациентов, пенсиями распоряжается директор. По закону он официальный опекун. Даже что-то приобрести в корпус, то, что нужно, потому что это им нужно. Сейчас мы ничего не покупаем. Пенсионные деньги банально разворовывают, утверждает бывший завхоз учреждения Юрий. Показывать свое лицо не хочет, но говорит, что собрал целый ворох доказательств и видео о нелегкой жизни пациента к интернату. Я столкнулся с тонами извести списывания, цемента. Если вы обратили внимание, территория очень большая, куча домов. Они на эти все убитые дома списывали только по документам стоя материалы. А это все большие деньги. Директор Анатолий Шкимбов, естественно, все обвинения в коррупции отрицает. Поставить точку в этом вопросе могут лишь правоохранители. Но проблемы Великорыбальского интерната до сих пор вне их поля зрения. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Трудовым мигрантам, в том числе и из Украины, в ближайшем будущем станет сложнее попасть в Соединенные Штаты. По крайней мере, таких последствий ждут от очередных указов Дональда Трампа. Что он планирует подписать, знает Дмитрий Анопченко. Иммиграционный запрет Трампа не отменят, просто скорректируют. В этом признался журналистом вице-президент Пенс. Документ, который вызвал столько критики и стал причиной протестов, до сих пор заморожен из-за решения судов. Но Белый дом придумал, как быть, просто подписать новый документ с аналогичным текстом. Они вносят последние штрихи в этот указ, и все должно произойти в ближайшие дни. Указ могут принять уже на днях. В нем по-прежнему останется запрет на въезд гражданам из стран зоны риска. Но будет предусмотрено послабление для тех, у кого уже есть грин-карты, право на работу. Политик признался, в Белом доме решили, что делать со строительством стены на границе с Мексикой. Мол, если там отказываются за нее платить, то Вашингтон просто может принять закон, который обяжет Мехико это делать. За право участвовать в нем уже сейчас идут бои. Объявлен открытый конкурс. До 10 марта все желающие могут подать свои проекты. И приложить макет, как именно будет выглядеть сооружение. Если раньше в эту идею вообще мало кто верил, считая предвыборным трюком, то сейчас уже две сотни компаний подали заявки на участие. И это только начало. Что интересно, свой кусок пирога хотят отхватить все без исключения. В списках претендентов и монстры американского строительного бизнеса, и небольшие частные компании, принадлежащие самим мексиканцам. Стена и ограничения для мигрантов. Две самых больших претензии к Дональду Трампу. Демократы в Конгрессе даже говорят о возможности импичмента. Но пока в устах политиков это всего лишь пустые угрозы, за дело взялись, кто бы вы думали. Да-да-да, не поверите, колдуны и ведьмы. Вначале все думали, что это неудачная шутка. И не относились серьезно. Но сегодня даже крупные газеты об этом пишут. Уже 14 тысяч человек присоединились к группе поклонников черной магии в Фейсбуке. Где выложили текст ритуала и детальные инструкции. Как с помощью потусторонних сил добиться отставки президента. Во многих штатах одновременные сеансы магии законом не запрещены. Вот колдуны и призывают всех желающих вместе с ними каждое воскресенье в полночь колдовать на убывающую луну. До сих пор хочется верить, что это просто розыгрыш. Но противники Трампа вполне серьезно. Следят за луной. В какой она фазе. И об этом ритуале даже в радиошоу поведали. Но вряд ли это подействует. Потому что новый президент Америки человек очень практичный. Дональд Трамп и сам не раз говорил, что не верит ни во что магическое или потустороннее. И намерен добиваться своего. Несмотря на все реальное или шуточное сопротивление. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Это вся информация на сегодня. Мой коллега Алексей Лихман уже готовит сейчас для вас завтрашнее пятничное политическое ток-шоу «Черное зеркало». Он же расскажет вам завтра о последних новостях. А я прощаюсь до понедельника. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин